Шанс. Там-де-ты. Слот-сити. Русских? Еще раз. Он пришел защищать русских на территории Украины? Он вообще пришел туда чистить города. Чистили города? Да, вот так говорят. Ты защитник-защитник России, все. Он не сможет возникнуть. Я, извините, сейчас перейду вы старше меня, но у меня чуть-чуть уже нервы, потому что он 700-й, с кем я поговорил. Защитник какого нахрен русских, каких он нахрен вообще защищает у меня в стране? Мирные города, кто бомбит? Защитники бомбят мирные города? Защитник. Что он защищает? Простой вопрос, простой ответ. Наших русских. Ваших русских? Каких нахрен ваших русских у нас в стране? Защищали ничего. Вы защищали русских? Вы верите своему сыну? Защищал, защищал. Нет, мам, это все обранье. Потом расскажешь. Все расскажу потом. Все правду расскажу. Молчай. Молчать? А чего ему молчать? Боится все. Все мне на работу. До свидания. А почему россияне все-таки выбрали православие? Потому что Христос великомученник ради людей, ради мира во всем мире, во вселенной, во всем. Русский народ – это подобие Христова. И ведь, Александр Васильевич, каждый человек, который погибает, он в каком-то смысле повторяет то, что сделал Христос и подражает Христу. С ума сошел. Он. Это духовная скрепа. Ребята, вот сейчас многие, да, вот эти звезды, киношоу, звезды эстрады, убежали за рубеж. Значит, это, ну, я не знаю, это лицемерие какое-то. Значит, не было искренности в их душах. Они зарабатывали на России. На подлянке зарабатывать нельзя. Обманули. А, выражаясь народным языком, просто кинули. Наша задача, задача дипломатов, задача, прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи. Обеспечение нашей самостоятельности, обеспечение интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры. Они, наверное, не думают о том, когда это закончится. Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери. И чем мы будем активнее их поддерживать, и морально, и политически, с нашей точки зрения, чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, наверное, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. При чем здесь Россия-то? Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел Германии, в интервью Der Spiegel заявила, «Никто, кроме Путина, не начал эту войну, и если Путин этого захочет, то завтра война закончится». Анналена Бербок отвергает прекращение огня на условиях России. Цитируем. «Это не положит конец ужасу жителей Украины, а наоборот». Ну а ужасу России нет конца и края. Зачем вам туалет, если нет канализации? Примерно так должен был обратиться к россиянам пересидент России на 23-м году своего правления. О, двор величайшей сверхдержавы, которая нагибает весь мир. Все благоустройство тут на высшем уровне. Все завидуют нам, как сказал Владимир Путин, нам все завидуют. Абсолютно все. Без канализации великой-то как-никак. Ну, переносной туалет можно напрокат взять бесплатно. «Где такое увидите?» «Где такое увидите, а?» «Я спросил, где туалетная комната в перерыве. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Заходи, дядя! Вы чего устали?» «Вы не представляете, насколько это, ну, не по-людски. Просто не по-людски. Это только у нас в великой стране такое. Бесплатный туалет. О, новый построен. Песик, привет! И они еще угрожают миру ядерным оружием. И они пытаются других учить жизни и заявлять о каком-то там загнивании Запада и обвинять украинцев в каком-то там геноциде, нацизме, создании биолабораторий и стремлении развалить Россию. Да она уже давно сама разваливается и гниет изнутри. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Владимир Владимирович мне передал дословно. Он говорит, передай ячейки общества, твоей семье, а через них общество, что я все контролирую, что происходит. Ну, а можно для нас сначала наносить удары, вот по тем, как я сказал, уничтожить обычным оружием все то, что поставляется. Ну, хотя бы это. А нельзя уничтожить обычным оружием все то, что они могут поставить? Потому что у них превосходство в этом. Потому что у них в 3,5 раза больше обычного вооружения, чем у нас. Если вот эти 30 танков, Леопард-2, которые они собирают польские поставить, или 14, челленджи 2. Ну, их уничтожим. Дальше они поставят несколько тысяч. У них несколько тысяч. Ты мне сам рассказывал. Леопардов не у поляков, а, в общем, разбросано по Европе. В странах НАТО, да. Мы вдвоем со-агрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. Наша победа, полная, на мой взгляд, это не взятие Вашингтона. Это убрать американцев, выкинуть их из Европы. В состоянии эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения, ситуация начала развиваться по-другому сценарию. На первых обложках мировых СМИ горящие израильские танки, убитые израильтяне, не сдаются только поляки. Туда неожиданно назвал войну Израиля и Хамас не главной военной ситуацией на Ближнем Востоке и выразил обеспокоенность тем, что этот рядовой факт будет отвлекать Запад от главного от помощи Зеленскому. СМИ собирается запросить для незалежной аж 100 миллиардов долларов.